давайте немного поговорим про типа данных поэтому вообще проблем нет принципе в принципе вы наверняка знаете типа данных уже все основные это целые числа дробные числа строки булевые типа данных булевые переменные знаете в джаз-клите они были наверно конечно хорошо вот ну и в это не более больше каких-то других типов не используется то есть для целых чисел от всегда инт для дробных чисел это всегда флот что еще то есть я помню что когда я все плюс то есть занимался там и 16 м32 long short double просто можно повеситься от количества типов здесь такого нет и давайте еще один момент покажу возможно если вы работали ранее другими языками честно говоря джон скриптом работал но не так чтобы очень много поэтому я не знаю какие-то правила некоторые здесь давайте посажим на вот это если я захочу использовать огромное значение в огромное значение в патне это можно делать у него нет никаких ограничений на количество целочисленных на количество целых чисел разрядов каком-то целом числе это есть тоже небольшая особенность что же касается дробных чисел то когда мы пишем например вот дробное число огромное обратите внимание как они у меня выводятся сейчас я делаю побольше и тут это ой целое число появилось полностью потому что в python интерпретатор поддерживает работу с любым количеством разрядов и целых чисел но при этом дробное число она округляется то есть когда мы работаем с дробными числами при работе с ними в принципе при использовании дробных чисел они округляются до 16 символов после запятой но в нашем случае мы пишем через точку поэтому не но ручка такая говорить что запятая то есть вот у нас какой-то набор чисел и вот до этого накручивался до 258 он окручивал до тройки и вывел так поэтому есть небольшая небольшая особенности при работе вот должны с целыми числами и еще такой момент с головы уже вытел ну да то есть что сказать булевые кстати одна особенность хотя не знаю опять же же скопите так или не так одна особенность в пайтоне когда вы работаете с более переменными обязательно нужно указывать их большие буквы такие значения они всегда подчеркиваются подчеркиваются выделяются по черным оранжевым цветом и пишут следующую букву когда вот мы говорили немного про типы данных я вам назвал получается int int pool и int floatable в целом есть также еще другие типы данных тоже являются встроенными которые используются поэтому мы пока что про них я буду сказать либо в колес скользь это у нас есть это тип данных отписок это у нас например дикт данных словарь какие там еще тюпл это у нас кортеж и вроде бы даже все но уже слышу суд она точно тоже щетки есть типа я забываю про них потому что почти никогда не использую на самом деле сет но очень похож на лист с небольшим отличием он не может иметь копий внутри себя но опять же мы проект детали будем говорить позже просто важно было сказать что в нашем случае поэт не это тоже типы данных встроенные и они работают точно так же то есть если например мы ошиблись с указанием типа с использованием наших множество словарей и так далее это будет type error то есть ошибка типа и и Продолжение следует...